Найти собственника заброшенного земельного участка. В региональном управлении Росреестра прошла встреча с председателями садоводческих товариществ Чебоксар и ближайших муниципалитетов. Специалисты стараются разыскать владельцев земли. Это те, кто получил документы до 1998 года, но не зарегистрировал свои права в Росреестре. Как отмечают в ведомстве, в каждом садоводческом товариществе имеются земельные участки, которые годами не обрабатываются от сорняков. За состоянием строения на них никто не следит. У председателя есть все данные о собственниках, которым требуется разъяснить необходимость регистрации земельных участков. Если огород владельцу не нужен, то можно отказаться от земли. В таком случае участок переходит в собственность муниципалитета и землю могут предоставить в собственность другому человеку. Распоряжаться заброшенными участками председатели садоводческого товарищества не имеют права. Если же собственники неизвестны, а огород давно заброшен, то по таким землям необходимо направить информацию в администрацию района или города. Все списки с кадастровыми номерами участков, по которым отсутствуют сведения о правообладателях, уже переданы председателям садоводческих товариществ. Цель мероприятия найти тех людей, которые получили документы и пользуются земельными участками и объектами на них до 1998 года, чтобы они пришли в наш орган, заявили о своих правах. Потому что у них есть документы, подтверждающие на руках, что они являются собственниками этих объектов недвижимости. А у нас данных таких нет. Такие пробелы в нашем реестре очень негативно влияют на очень многие процессы, на инвестиционную привлекательность региона. Даже это минус самим правообладателям этих объектов.